В контексте всех юбилейных торжеств Рахманинских, появление такой книги, это не просто, что называется ложка к обеду, а это подведение итогов очень большой предварительной работы, которая не с юбилеем изначально связана, а просто с традициями науки Московской консерватории и ее кафедры. И очень приятно, что это действительно полностью консерваторское издание, и очень приятно, что это еще плод такого сотрудничества разных кафедр, и то, что мы сегодня презентуем, это, можно сказать, уже некоторое продолжение тех торжеств, которые уже состоялись. Я имею в виду очень существенную нашу совместную работу, проведенную с Национальным музеем музыки. Там, собственно, она уже была презентована, была уже показана. Ну и сегодня уже в своем кругу мы продолжаем именно обсуждение нашего общего труда. В наше сложное поворотное время, когда мы приближаемся ко второй четверти XXI века, с его первенством технического совершенства, технократичности, как своеобразной философии, и с выточенным упованием на возможности искусственного интеллекта, музыка Рахманова своей человечной русской теплотой и чувственной эмоциональности становится в высшей степени востребована. В центре ее мироздания именно чувство, с его разнообразием и великим множеством оттенков. Именно оно, господство в сложном звуковом пространстве, способно противостоять жесткому, суровому миру техники, роботов и машин, своей душевной полнотой и гармонией. Вот поэтому время Рахманова пришло. И вот эта удивительная, надо сказать, форма, она впервые нами попробована, коллективная монография. Это, вы знаете, такой творческий, как бы сказать, энергообмен идеями, мыслями и научными какими-то открытиями, которые тоже позволяют продвинуться вперед. Чему это все-таки не сборник? Тут действительно есть несколько авторов, но все авторские статьи, а я их называю главами, они написаны на одну и ту же тему. Одна тема во всей книге, она посвящена стилю Николая Ивановича совершенно справедливо сказала, стилю. И этот стиль, стиль Рахмановский, у нас, кстати, действительно очень сложная дефиниция, потому что, несмотря на такую... Ну, это все в книге написано, я просто не хочу повторяться, но смысл в том, что, несмотря на такую простоту и, естественно, схождение наше слушательское, так сказать, восприятие этой музыки, она очень сложна для вербализации. Это чрезвычайно сложна. Вот, ни один современный авангардный стиль не так сложен для, так сказать, своего анализа и описания, чем как стиль Рахманова. Действительно, время Рахманинова пришло. Это очень правильная формулировка, потому что не только вот мы как бы начали воспринимать Рахманинова лучше, что называется, нет. А еще и вся эволюция музыки, вся эволюция культуры, она же движется не по прямой, как известно пространство, время оно искривленное. Так вот, она искривилась или, наоборот, выпрямилась, уж не знаю, таким образом, что Рахманинов оказался очень современным. И уже теперь никому не придет в голову говорить, что он ретроград, что он эпигон, что говорили ему при жизни критики, от чего он очень страдал. Это именно такая книга, которую хочется взять, хочется читать, вот именно проводить с ней какое-то время, а не просто получать какой-то справочный материал из интернета, а вот именно получать удовольствие, большое удовольствие от общения с книгой. Самое важное, она содержит очень важные, серьезные материалы и мотивирует, я думаю, вот к модели восприятия Рахманинова, стиля Рахманинова. Данная книга, как я понимаю, она впервые поднимает такой емкий вопрос стиля Рахманинова, она с разных ракурсов рассматривает вопросы стиля, и в этом смысле, я думаю, как создает некоторую такую платформу для дальнейших углубленных исследований стиля Рахманинова. И в данном случае я, конечно, воспринимаю данную коллективную монографию как труд, который еще прорастет в других исследованиях. Когда возник проект, и я получила это уже приглашение в нем участвовать, все сошлось в одной точке. Опыт, который был получен в работе с фольклором, опыт, полученный в совершенно знакомстве совершенно удивительной системой звуковисотной и структурной, и духовной атмосферы русской пепческой традиции, все это сошлось, и выяснилось, что, собственно, Рахманинов интуитивно аккумулировал очень многое, то, что коренится в этих архаичных и не очень архаичных властах отечественной культуры. Это задача, которая требует глубокого исследования. И вот коллективаторов, которые исследованы, мне кажется, что они справились с этой своей задачей на очень высоком уровне. Поэтому можно только поприветствовать по имени этой книги, и я рад, что именно это мы вас учимом, всех ваших исследователей. Должен сказать, что действительно для нас, исполнителей, очень важно, чтобы творчество Сергея Васильевича находило конкретное такое воплощение в научных исследованиях. И я очень рад, что мой дорогой коллега Олег Зинович присутствует здесь тоже на презентации, потому что это действительно тот мастер, который является для нас очень важным в исполнительской интерпретации сочинения Сергея Васильевича. Так что я вас всех поздравляю с выходом этого издания и надеюсь, что действительно оно получит большое продолжение и для нас очень важно, как практиков-исполнителей. Я, когда Александр Васильевич Свешников готовил запись, и ему разрешили поехать в Европу исполнять в Сеночную, она не исполнялась, в Большом зале консерватории была репетиция большая, ну и много туда не пускали студентов, почему-то мне повезло, я это слушал. И вот первый раз я услышал это сочинение, это поразительное совершенно впечатление, и потом я понял, что до 50 лет моих я не имел права исполнять это сочинение, потому что должен быть большой-большой опыт, большой опыт. А вот благодаря вот такой работе, может быть, этот момент ускорится, можно будет уже в 45 исполнять. Огромное спасибо за новаторство Ирине Арнольдовне, я уж наверняка вот этой идее ей принадлежала, что, конечно, это такой сборник статей, который в то же время и направлен более приветливо к читателю. Потому что мне иногда хочется даже, вот думаю, чего бы нам не выпустить, допустим, вот что-то вроде, ну не только монография, я могу, например, сказать, ну такой жанр, который у немцев называется хандбух. Я поначалу, я даже вот не знал, как это перевести. То ли настольная книга, то ли книга под рукой, потому что это вроде бы как и учебник, но в то же время это учебник для специалистов, для всех, это не для школьников. Потому что хандбух, он содержит в жанре учебника, содержит сведения обо всем явлению, допустим, о творчестве, там, бах и так далее. Иногда в одну книгу это не помещается, и тогда это хандбух в двух-трех томах, а то и многотомный. А часто бывает, так сказать, в одном томе. Тем более, по поводу актуальности Рахманина, я помню, мой педагог, еще в училище, Павел Геннадьевич Козлов, он общался очень много, он ученик Елены Фабиановны Гнесиной, и поэтому всю эту обстановку, вот начало века, она ему многое рассказывала, и что все критики говорили, а, Рахманина, говорили, Рахма-нинов, он не новый. И вот это была такая вот всякая шушера, повторяла вот все эти не очень глубокие остроты, вот, а по-настоящему, действительно, мы начинаем понимать Рахманинова только сегодня. Замечательно, что эта книга появилась, она, я думаю, разбудит еще какие-то вот импульсы творческие, и дискуссионные, вообще просто желание соприкоснуться с этой тематикой, вот, вот, конечно, мне особенно была близка статья Ирины Арнольдовны, как продолжение ее темы, книги, связанные с эпохой модерна, тогда там царил, предположим, Скрябин, теперь это Рахманинов, но вот такие главные идеи, они оказались очень ценными, и действительно, они экстраполируются на многих художников вот этой эпохи, вот, поэтому пусть эти научные идеи прорастут и дадут импульс к каким-то еще новым, следующим исследованиям, посвященным Рахманинову и его времени. И очень подается Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok